Миненков Константин Иванович 117-й окружной корректировочно-разведывательный авиаполк, летчик, 72 боевых вылета Я родился в Барнауле. Перед войной наша семья переехала в Новосибирск. В 40-м мне еще не было 18-й, когда я окончил аэроклуб, после которого поступил в Новосибирскую школу пилотов, готовшую летчиков-бомбардировщиков. Учились летать на СБ. Хороший самолет, но времена его прошли. Скорость маленькая, 350-380 км в час, плохо защищенный. Осенью 1943 года нас, выпускников школы, направили в Чкалов на переучивание на самолеты Ил-2. Летали на самолетах с лыжами. Там простор. Ты любого летчика в кабину посади, он на лыжах сядет. Когда закончили программу, для нас расчистили аэродром и дали по два полета с посадкой на колеса, с инструктором и самостоятельно. На фронте мы только на колесах летали. Первое время аэродромы чистили люди, лопатами. Потом появились роторные снегоуборочные машины. Нам и нужна-то полоска метров 40. И пошел. Ил-2 вам нравился? Да. После СБ Ил-2 поменьше и попроще в управлении. Он мог прощать грубые ошибки, которые СБ не прощал. Я после Ил-2 летал только на Ил-10. Тебе на Ил-2 сделают в крыле дыру в метр, а он все равно прет. До аэродрома точно дойдешь, сядешь. А у Ил-10 скорость была больше. Вместо 320 км в час, 350 км в час. Зато если какой-нибудь лючочек приоткроется, самолет теряет устойчивость. И неопытный летчик мог разбить его на посадке. Зимой 1943-го меня направили в формировавшуюся в городе Петровск Саратовской области 62-ю отдельную корректировочную аскадрилью. Надо сказать, что специальной подготовки мы не проходили. Просто направили и все. Оттуда мы через Тамбов, Москву, Вязьму полетели на фронт. В Смоленске из четырех аскадрильи, 62-й, 45-й, 32-й и еще одной, в каждой из которых было по пять самолетов, сформировали 117-й корректировочный разведывательный авиационный полк. При перелете на фронт произошел такой случай. Группа прилетела, а один экипаж, летчика Каюда и штурмана Васи Бабешки, отстал. Смотрим, заходит его Ил-2, а к нему уже едет машина со Смершевцами. В чем дело? Оказывается, они взлетали, и у них забарахлил мотор. Тем не менее, они решили тянуть до фронтового аэродрома. Вылезли из кабины, самолет в крови, в плоскости деревяшки неопределенные и человеческие останки. На взлетной полосе во Внуково они винтом зарубили 11 баб. На краю полосы работали заключенные женщины. Что они там делали, я не знаю, может, полосу чистили. На взлете самолет повело в сторону. Женщины увидели, что на них несется, и бросились на полосу. Летчик самолет выровнял и давай их рубить. Надо сказать, что не его эта вина была. Прошло больше года. Мы полетели в Куйбышев получать самолеты. Я сел первым и руковожу посадкой самолетов своего звена. Подходит ко мне комендант аэродрома подполковник и говорит, «У тебя в группе нет каюты?» «Есть. Он сейчас сядет. Хочу на него взглянуть». Оказывается, этот подполковник был полковником, комендантом Внуковского аэродрома, когда этот случай произошел. Прилетели на фронт и в первую же ночь нас бомбили. Ну а потом мы включились в боевую работу. Корректировщик – это что? Тот же самый штурмовик, только сзади вместо стрелка сидел штурман-корректировщик с радиостанции РСБ-3БИС. И в фюзеляже стоял фотоаппарат. Штурманы заканчивали артиллерийские школы. Это были квалифицированные артиллеристы в звании лейтенант с мизерной штурманской подготовкой. Был такой случай. Мы перебазировались с одного аэродрома на другой. Полетели, а погода была плохая. Меня облачность прижала к земле, и я решил вернуться на свой аэродром. Садимся. Штурман вылезает из кабины и говорит, а вроде нам сказали, что здесь дома большие. Он даже не понял, что мы вернулись. Мы действовали одиночными самолетами, обычно под прикрытием истребителей. В полку была своя истребительная эскадрилья, но иногда нас прикрывали истребители из истребительных полков. В том числе и Нормандии-Неман. Помню, мы стояли на аэродроме в Алетусе, когда союзники освободили Париж. Французские летчики подкупили наших зенитчиков, охранявших аэродром, и те давай палить в небо. Наш командир полка бегает, кричит, прекратите стрелять, сейчас немцы прилетят и нас разбомбят. Основных задач, которые мы выполняли, было три. Во-первых, визуальная разведка. Во-вторых, фотографирование. И в-третьих, корректировка артиллерийского огня. Бомбы ИРС нам не вешали, но пушки заряжали. Стрелять по наземным целям нам запрещалось, но мы были молодые, воинственные, так что нередко обрабатывали передний край, хотя потом и получали нагоняй от командира полка. Всего я сделал 78 боевых вылетов и около 400 вылетов на У-2. Я на нем хорошо летал. Развед данный, привезут с вылета, пленку проявят, планшет склеят, а я его на У-2 везу в штаб артиллериста. Садился на самых маленьких площадках. За все время только раз винт сломал. Не хватило площадочки, тормозов-то на самолете нет. Один раз нарвался на Васю Сталина. Отвозил планшет на другой аэродром. Прилетаю. Заруливаю мимо стоянок Лавочкиных или два прямо к штабной землянке. Около нее развернулся. Газку дал, чтобы прожечь свечи. Вылез и пошел в землянку. А там какой-то офицер как матом на меня попер. Оказалось, что в землянке было окно без стекла. Они там карты разложили. Выбирали место, куда посадить полк, а я им винтом песочку подсыпал. Потом уж мне сказали, что это Василий Сталин. Что такое полеты на корректировку? Я иду вдоль линии фронта над своей территорией на высоте 600 тысяч метров. А штурман по рации корректирует огонь артиллеристов. Тут важно идти немного с наклоном, чтобы штурману хорошо были видны разрывы снарядов. Самое неприятное задание это фотографирование. Обычно фотографировали передовую. Для этого набирали высоту полторы-две тысячи метров. Штурман включает фотоаппарат. И тут уже я должен лететь, не шелохнувшись. Вокруг шапки разрывов, снарядные трассы. А я не имею права маневрировать. Съемки не будет. Планшет смажется. Из таких полетов обычно дыры привозили. А иногда и экипажи гибли. Теряли экипажи. И от зениток, и от истребителей. Хотя и не так, как в штурмовой авиации. Зато нас и не награждали так, как их. Мы же подчинялись артиллеристам. Самолеты горючие получали через воздушную армию. А командовала нами артиллерия. Бывало, прилетишь самолеты получать в Куйбышев. Встречаешь там ребят штурмовиков, с которыми мы вместе учимся. У них по 50-60 вылетов, как и у меня. А грудь вся в орденах. Их награждала воздушная армия. А у нас награждала артиллерия. Операция прошла, а они своих наградили. Потом вспомнили, что у них еще летчики есть. Что осталось, то и подбросят. Хотя тогда мы не думали об орденах. Какие у меня награды? Орден боевого красного знамени, красной звезды и орден Отечественной войны 2-й степени. С этим орденом связана такая история. Мы стояли в Больших Орловичах. Артиллеристы должны были нам привезти ордена. По радио я слышал, что меня наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. Пока они навелись и ехали к нам, попали под бомбежку. Машина перевернулась. Приехали на аэродром уже в темноте. Смотрят, а моего ордена нет. Потеряли. У нас был летчик Рязанкин. Он на Илье летал, а потом перешел на У-2. Боялся летать. Все домой хотел. Так вот, его собирались наградить орденом Отечественной войны 2-й степени. Его в полку в то время не было. Лежал в госпитале после ранения. Мне дали его орден. Я потом пытался получить свой, в первой степени, но поезд ушел. Да неохота было этим заниматься. Не до этого было. Когда он вышел из госпиталя, ему тоже орден вручили. Он тут же демобилизовался. Демобилизовался. Силой летать не заставляли. Не хочешь – не надо. А вообще летчики в очередь стояли за боевыми вылетами. Обижались, если кто-то вне очереди летал. Как отдыхали после вылетов? В картишки играли. Сначала в очко. Однажды приехала инспекция из Москвы. Они нас обучили играть в преферанс. Танцы были. В полках и дивизиях была прекрасная самодеятельность. Ездили с концертами друг к другу в гости. Помимо боевой работы жизнь шла своим чередом. Что считалось боевым вылетом? Во-первых, в задании указывалось, что это боевой вылет, но его засчитывали только, если ты выполнил поставленную задачу. Бывало такое, что не засчитывали. Например, связь работает плохо. Один раз полетели на корректировку, а наши продвинулись, и корректировать нечего. Получается, не боевой вылет. У нас в этом отношении было строго, поскольку мы были под контролем артиллерии. Они тут же позвонят, если что-то не так. А в авиации там кавардак был хороший. Я же крутился в этих войсках и после войны. Вот, например, истребителям за 15 сбитых самолетов положено звание Героя Советского Союза. У меня, например, 13 сбитых. На меня начинает работать группа. Кто-то сбил, отдает мне. Меня представляет к званию Героя Советского Союза. Потом я начинаю летать, отдавать долги. К концу войны получился скандал, поскольку некоторые летчики свои сбитые отдали, им до Героя одного или двух самолетов не хватает. А война кончилась, и долги отдавать нечем. И пошли разборки. Вы летали с одним штурманом? Нет. Сначала у меня штурманом был Вася Колесников. Потом Иван Андронович Кононов. Царство им небесное. Несколько вылетов я сделал со штурманом «Зенец». Он был штурманом в бомбардировочной авиации, отбомбился по своим войскам. Ему дали 10 лет с отбытием на фронте, и в звании рядовой прислали к нам в полк отбывать наказание. А командир нашего полка, Василий Корозаев, был его другом. Он его направил ко мне в экипаж. Сделав несколько вылетов и искупив вину, он стал штурманом полка. Кормили хорошо? Хорошо. Особенно, когда вступили на территорию Восточной Пруссии. Во двор входим, по двору свиньи бегают. Повар спрашивает, какую? Вон эту, правую ляжку. Вообще питание было нормальным. Был специальный батальон обеспечения. Первым командиром полка был Смелянский. Жил он вместе со своей женой, красивой женщиной. Боялся летать. За год он сделал вылета четыре, не больше, но ордена после каждой операции получал. Разумеется. Мы же от его имени возили в артиллерию тушенку американскую, сгущенку, спирт. У них слабо было с питанием, и мы их подкармливали. Они его не забывали. Его Хрюкин потом снял, перевел в штурмовики, заставил летать. И он там еще кое-что заработал. Что делали с деньгами? Зарплату я отправлял под тестат уже не в Москву. Кто-то тратил их. В полку вашем были летчики, которые начали воевать с начала войны? Были. Они тоже были корректировщиками, только на самолетах Су-2. Горшков наш, Камэск, Чемученко. Этот, как только мы на фронт прилетели, напился, полетел на самолете и разбился. Подлечили, вернулся в полк. Летали ли пьяными? Пьяным старики могли полететь. А мы что? Самолетом еще не владели, еще выпивать не хватало. Вши были? Вши были в летной новосибирской школе. Только сидели и долбали. Много их было. Были и блохи. Прилетели в Куйбышев. И пока ждали, когда получим самолеты, жили в землянках. Всякое было. Жили по-разному. А так, на фронте, ничего. В основном, жили в домах. Случаев открытой трусости не было? Был такой случай с Галыгиным. Мы полетели на разведку в паре с моим командиром Звена Алиматовым. У него штурман был Галыгин Коля, а у меня Ваня Кононов. Летим. Еще до линии фронта не долетели. На нас заходят истребители. Смотрю, у них коки винтов разноцветные. Французы. Коля не разобрал и по ним из пулемета, а потом сиганул с парашютом. С аэродрома выехали, его взяли. Там он у них чуть ли не герой. Прилетает за ним самолет, забирают его, привозят. И командир полка на нем отыгрался за старое. Ему приписали трусость и в штрафной батальон. Галыгин, это анекдот. Царапнул его в штрафном батальоне. Его в пехотный штаб. Там повздорил с каким-то капитаном, подрались опять в штрафную. А до этого был случай. Мы стояли под Смоленском. Смелянский пишет письмо в Смоленск на спиртзавод. У нас такое-то торжество, просим отпустить водки или спирта. И подписывается. Герой Советского Союза Смелянский. Галыгин узнал об этом. У него жена эвакуировалась в Новосибирск. Он пишет туда письмо. Я воюю на фронте, семья не имеет жилья. Из Новосибирска в полк на имя Галыгина приходит ответ. Товарищ полковник, воюйте спокойно, все в порядке. Вашей жене выделили комнату. А он то лейтенант, то старший лейтенант. Чет-ничет. Комедия. Смелянский его вызывает. Галыгин, какой-то вот за это его в штрафную и отправил, как только случай подвернулся. Как относились к немцам? Какие были отношения с местным населением? Мы нормально относились. А вот наземные войска, артиллеристы, я сам свидетель, хамили немножко. Немцев ведут, молоденьких немок, в сарай. Было такое. Мы, летчики, были более воспитанными и немцев не трогали. Да и мало с ними общались. Ну, а с солдатами враг и враг. Надо его убивать, а не женщину за то, что она немка. Посылки посылали домой? Нет. Весь мой трофей это пуховая перинка. Когда мы уезжали из Германии, ребята понабрали вагоны, пианино и тому подобное. Потом все продавалось, пропивалось. Командир полка Васик Аразеев вывез четыре Опеля, одну машину с собой привез на 77-й разъезд, а три в Чкаловск отправил, там у него семья была. Возможности у начальства другие были. После боевых вылетов всегда сто грамм? Да, конечно. Какая у нас эскадрилья была? Пять самолетов. На одном аэродроме стоит штурмовой полк сорок с лишним самолетов. Слетали, им выносят к ужину. А наш командир Бао идет получать двести грамм. Ему говорят, пиши десять вылетов. Приносит и всем хватало. по сто грамм не отпускали. Если артиллеристы срочные задания дают, то тогда фотоснимки сушат через ванночку со спиртом. А если не срочные, то после проявки на веревочку аспиртика приходуется. Почти все курили. Был такой порядок. Кто не курит, тому сахар давали вместо курева. Вас не сбивали? Везло не сбивали, ранен не был, но с дырками приходил. В чем летали на задание? В зависимости от погоды. Зимой летная меховая куртка, иногда надевали меховые брюки, в самолете все равно тепло. А когда летчик не возвращался, у меня Сашка Гришечкин не вернулся с задания, так старшина ему списал все летное обмундирование, которое за нами числилось. И унты, и кожаная куртка, все списал. Приходилось ли вам встречаться с истребителями противника? Мне пришлось встречаться с истребителями после войны. Война закончилась, все пьяные, стреляли из пулеметов. Утром на построение, приказ, вылет. Какая-то дивизия не сдается на косе за Кенигсбергом. Самыми трезвыми оказались я и мой штурман, Ванюшка Кононов. Вот мы и полетели. Наши истребители в Драбадан. Всю ночь до утра гудели, война кончилась. Подлетаю к морю, смотрю, заходит на меня истребитель. Я посмотрел на него, грязный. Война кончается. Я сразу на него окрысился. Он отвернул и ушел. Мы полетели дальше, задание выполнили, скорректировали огонь артиллерии. А так нападали, но истребители прикрытия их отгоняли. Весной 1945-го самолеты погрузили на платформы и нас отправили на войну с Японией. Пока мы ехали, везли свои самолеты, они расшатались. Прибыли мы на 77-й разъезд. Самолеты разгрузили и списали. Там стояло полно новеньких. Получили самолеты, а война уже окончилась. Ни одного вылета не сделали, но всем дали медали за победу над Японией.